В президентской резиденции в поселке Стрельно открылась выставка изделий из резной кости. Экспозиция соединяет в себе творения мастеров 18 века и работы современных петербургских резчиков. Часть выставки посвящена предметам православного обихода. Мы находимся в залах Дворца Конгрессов, в резиденции президента России. Это бывший Большой Стрельненский, затем Константиновский дворец. В 21 веке он получил вторую жизнь. Сегодня здесь можно увидеть выставку «Русское искусство. Дар Алишера Усманова». Один из самых богатых предпринимателей России купил коллекцию Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской и передал во Дворец Конгрессов. Собрание насчитывает более тысячи предметов искусства, среди которых и произведения из резной холмогорской кости 18 века. Последние и составили часть нового выставочного проекта «Русская резная кость. Из прошлого в настоящее». Вторую часть экспозиции подготовили петербургские резчики, объединившиеся в сообщество «Белый город». Современная и историческая часть отличаются не только материалом. Петербургские резчики работают с бивнем мамонта, в отличие от своих холмогорских предшественников, которые творили из цевки, из коровьей кости. «Мы можем увидеть даже в цветовой гамме различия. И можем увидеть различия и в технике. И, наверное, с одной стороны, невозможно повторить то, что делали мастера в 18 веке. А с другой стороны, ассоциация петербургских мастеров, они все-таки делают упор на холмогоры. Хотя у них лицо абсолютно другое, абсолютно новое, но традиции просматриваются». Художественный руководитель мастерской «Белый город» Олег Милицын резьбой по кости занимается 27 лет. Его изделия есть у иерархов Русской Церкви в храмах Санкт-Петербурга. На выставке представлены его работы. Иконы Господа Вседержителя и Ангела-Хранителя. Большое и малое копье на престольный крест. «Я пришел к вере примерно в то же время, как и начал резать кость. Практически параллельно. И поэтому очень быстро начал делать православные изделия. Я очень много работал для церкви. Это все-таки вещи, которые должны каким-то образом соединять человека с Господом. И отношение к ним, когда ты режешь, особенное. У нас, у других вещиков, есть опыт работы именно с православным искусством. То есть это наша, так скажем, можно сказать, любимая тема. То есть мы собираемся всячески ее развивать». Резьба по кости – самый древний вид декоративно-прикладного искусства. Наши далекие предки делали из костей животных наконечники для стрел, украшения, сакральные предметы. Со временем такой ценный материал, как слоновая кость или бивень мамонта, из области быта перешел в область искусства. В Византии из него делали иконы церковную утварь. «Это материал, который обладает естественной белизной, естественной чистотой. И, безусловно, символизирует чистоту того, кто изображается на иконе. Это то, что должно человека настроить на молитву и не только усугубить его молитвенное состояние, его молитвенный дух, но и дать ему возможность к преображению». Продолжение следует...